Почти 2000 жителей региона приняли участие во всероссийской акции «Географический диктант», что в два раза больше, чем в прошлом году. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является президент страны Владимир Владимирович Путин, проводится русским географическим обществом в третий раз. Если брать вопросы, по-моему, сегодня самый сложный диктант, по моим учениям, за три года. Но надо понимать, что в географическом диктанте несколько вариантов. Каждый регион пишет просто один из вариантов. Но приятно, что в этом году дали вариант, где-то упомянутый город Ульяновск. Я думаю, что и людям было приятно, что в одном из вопросов есть... Один из вопросов был посвящен нашему родному городу. Акция проходила на 12 региональных площадках. В этом году к Ульяновску присоединились и другие города области. Сенгелей, Новоульяновск, Димитровград, Индзе, Барыш, а также село Акшуат. Центральной площадкой стал Ульяновский педагогический университет. Ее участники разместились в трех больших аудиториях. Среди них были не только студенты и учителя, но и представители СМИ, городской администрации, Министерства образования и все, кто хотел проверить свои знания по географии. Мне самому стало интересно. Почему? Потому что я учился в планово-экономическом институте и сдавал экзамены по экономической географии. Решил, во-первых, перепроверить себя и, конечно, чтобы ребята видели, что экономика и политика – это одно и то же, и идут рядом вместе. Диктант состоял из 30 заданий разной степени сложности. Все вопросы были разработаны на базе общего и среднего общего образования. Интерес к географии, осознание себя частью страны, региона, оно с каждым годом увеличивается. Просто браво и этой акции, и нашему губернатору, и Игоревичу Егорову, который эту акцию поддерживает, развивает. И я думаю, что на следующий год мы дадим еще лучший результат. Итоговые результаты географического диктанта будут известны 25 декабря. Ирина Антонова, новости Ульянской правды. Субтитры создавал DimaTorzok